МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! С вами снова проект «За порогом». Меня зовут Андрей Кузьмин. Этим выпуском мы начинаем целую серию передач с условным названием «Недра». Мы будем путешествовать по тем местам, где ведется добыча различных полезных ископаемых. Покажем вам все это на этапах, начиная от геологоразведки, заканчивая готовыми продуктами и товарами народного потребления. И сегодня мы приехали в один из самых богатых с точки зрения недр районов. Это Баймакский район. Одним словом, все как всегда. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, даже у проживающих за тысячи километров от нас, жителей Дальнего Востока или Прибалтики, Урал ассоциируется с промышленной мощью и богатством полезных ископаемых. И это на самом деле так. Первые рудознацы, мастера горного дела, то есть в современном понимании геологи, начали трудиться в этих краях еще в начале 17 века. Кто в детстве не читал сказы Бажова о серебряном копытце или хозяйке Медной горы? Но воспетые автором места, которые мы и сегодня называем бажовскими, находятся на Среднем Урале, и мы, надеюсь, до них еще доберемся. Нам же ближе Урал Южный, и особенно наиболее щедрая на природные богатства его восточная часть, которую принято называть Зауральем. Здесь проходит и так называемый Медный пояс, и Золотой пояс, и Яшмовый пояс. Целый гардероб получается, в котором нам с вами и предстоит разобраться. Ну а начнем с самого, пожалуй, желанного материала, не первое столетие сводящего с ума тысячи людей на всех континентах, кроме разве что Антарктиды, наверное. Давным-давно известна болезнь, уносившая сотни жизней, но не вошедшая ни в один медицинский справочник. Называется она «Золотая лихорадка». И по историческим меркам относительно недавно закончилась ее эпидемия на Южном Урале. Про омовку золота, как она происходила? Вот этот инструмент, он называется бутары. Естественно, он показан в музейном варианте раз в 10 меньше размером. И я хочу сказать, что на территории нашего Баймакского района, на территории именно нашего Таналыкового Баймака золотая добыча началась где-то в 30-70-е годы 18-го столетия. И вот именно на этих фотографиях как раз очень хорошо видно, как выезжали всеми деревнями, селениями, вот в таких условиях жили, но тем не менее добывали золотые самородки. Именно по этой фотографии мы в нашем зале сделали вот такую же лавочку. Наверное, вон там сидел человек, который принимал от населения, что-то писал вот с такими ручками чернильными, что-то взвешивал, наверное, считал и какие-то штампики ставил, может быть. И вместо полученных от золотарей золота он выдавал им боны. И вот именно на эти боны, вот на эти бумаги можно было в магазине купить себе продукты или же промтовары, одежды и так далее. В нашем Баймакском районе была такая организация, как Тубинское родоправление, которое тоже занималось, скажем так, золотодобычей. И вот именно на этом стенде вы можете увидеть, как дети работали на приисках, каким образом они работали, как женщины работали, в каких условиях жили. Вот на этом стеллаже вы можете увидеть орудие производства шахтеров, которые уже на шахте, вот фонарей, кайло и так далее. На этом стенде как раз вы можете увидеть фотографию последнего самородка, который был найден на территории нашего Баймакского района. Это село Кусеево. Он называется Ирандыкский медведь. Весом 4 килограмма 788 граммов. Вот как раз можно увидеть глазки, носик и так далее. Действительно похож на медвежонка. И в настоящее время он хранится в Национальном музее нашей республики. Мне довелось подержать в руках настоящий самородок Ирандыкский медведь. И должен сказать, что ощущения весьма интересные. При довольно скромных размерах, чуть больше, чем крупная мужская ладонь и менее сантиметра толщиной, весит он почти 5 килограммов. Так что я от неожиданности чуть было не выронил его из рук. И замечу, что некая магия при близком контакте с большим куском чистого золота все-таки присутствует. Но не будем поддаваться золотой лихорадке, а лучше поближе познакомимся с той землей, что хранит в себе драгоценные сокровища Урала. Я неоднократно бывал в этом уголке за Уралия, где у подножия хребта Ирандык тихо плещется одно из самых красивых озер Башкирии – Талказ. Это сложно выразить словами, но помимо роскошного пейзажа, есть в этих местах что-то такое, что заставляет возвращаться сюда еще и еще. Озеро Талказ – памятник природы и место обитания редких видов птиц. Имеет тектоническое происхождение. Урез его воды находится на отметке 548 метров, что делает водоем вторым на Южном Урале по высоте над уровнем моря после озера Зюроткуль в Челябинской области. Площадь этого нерукотворного чуда примерно 4 квадратных километра. Средняя глубина около 5 метров, а максимальная – 12. В середине прошлого века озеро являлось истоком реки Тоналык, но в результате падения уровня воды сегодня Талказ имеет лишь сезонный исток в небольшую речку Шугу. Субтитры подогнал «Симон» На противоположной, восточной стороне хребта Орендык находится крупнейший на Южном Урале водопад Гадельша. Расположен он в 6 километрах от урочища Гадельша на небольшой речке, на картах обозначенной как «Худолаз». Но если вы произнесете это слово при местных жителях, не удивляйтесь, когда в ответ услышите возмущенные реплики. Здесь и реку, и водопад на ней принято называть Туэляс, и никак иначе. Два года назад мы уже предпринимали попытку показать водопад в передаче, но не учли особенностей очень снежной зимы и приехали слишком рано. Уважаемые зрители, приносим свои извинения, но по техническим причинам поездка на Гадельшу откладывается на более теплый сезон. Как можете сами увидеть, дальше ведет только снегоходная дорога, а мы и снегоходный сезон уже закрыли. На этот раз ошибки прошлого были учтены. Этот живописный уголок Башкирского Зауралья хорош в любое время года, но особенно великолепен, когда дружная весна превращает залежавшиеся снежные сугробы в бурные пенные потоки, заставляя все живое встряхнуться после зимней спячки, приветствую скорое приближение лета. Я не обладаю достаточным писательским даром, чтобы передать эмоции человека, которому посчастливилось в хорошую погоду прогуляться у этого весеннего водопада. Думаю, редкий мастер словесности осилит такую задачу. Это нужно увидеть, прочувствовать, вдохнуть. Поэтому предлагаю просто насладиться красотой природы для начала на экране, а затем обязательно побывать в этом прекрасном месте. Субтитры создавал DimaTorzok Но природа дарит нам не только созерцательное умиротворение. Хочется нам этого или нет, но человечество порой вынуждено идти по пути, указанному Мичуриным. Нет, неизвестным уфимским бардам, конечно, а академикам, некогда смело заявившим «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Вот и с золотом такая же история. Хоть и называют его презренным металлом, а без него никак. И речь даже не о ювелирных изделиях, сводящих с ума прекрасную половину человечества или популярных в прошлом веке золотых зубах, а скорее о более рациональном применении элемента номер 79. В первую очередь золото незаменимо как материал для электрических контактов. Если начать перечислять все отрасли промышленности, где без него не обойтись, передача закончится, а вы так и не услышите конца списка. Поэтому перейдем сразу к теме извлечения этого поистине бесценного металла из недр матушки земли. Для этого мы приехали на Семеновские рудни, что находится немного южнее города Баймак. Данное месторождение, но только кора выветривания, оно было разведано еще в конце 19-го, в начале 20-го века. Значит, в прошлом веке здесь работал Семеновский рудник на протяжении где-то 70 лет. Они добывали тут и подземным способом, и открытым способом, перерабатывали на обогатительной фабрике, получали золото, сплав даре, и с дальнейшим афинажом уже на заводах по обработке цветных металлов. На протяжении 30 лет месторождение стояло, не разрабатывалось. Ну и тут месторождение-то было так, несколько карьерчиков. Чисто кора выветривания, это до глубины 20 метров отрабатывалось, и все. Мы провели доразведку окисленных руд, доразведку, значит, подтвердили запасы, разведанные до 1978-го года по сульфидным рудам. На протяжении двух лет мы здесь работаем, вот карьер достиг уже 80 метров. Ну, здесь скрыто около 4 миллионов кубов горной массы, вывезено это с крыши и руда. Ну, продолжение работы здесь рассчитано на 20 лет. Здесь мы добываем окисленные руды. Окисленные руды подлежат переработке только методом гидрометаллургии или в прямой плавке для металлургического производства при наличии высокого силициума-2. Основные сегодня горные работы ведутся для добычи золота-медно-цинковых руд, сульфидных руд. Золото, как таковое, мы не видим. Мы его добываем в руде методом опробования. Значит, опробование несколько методов. У нас есть химлаборатория, значит, опробование по скважинам, опробование бороздовое. Но только химическим анализом можно определить наличие меди, цинка, золота и серебра. Еще, будучи мальчишкой, всегда мечтал прокатиться на Белазе. И вот мечта исполняется только на пятом десятке. Несмотря на то, что машина огромная, кабина достаточно тесновата только на одного человека. и вот здесь так можно на небольшой такой табуреточке уместиться в самом уголке. Что самое интересное, коробка автоматическая. Это руда у нас золото-серебряное. То есть вот из этого будут делать непосредственно золото? Не делать, а плавить. Значит, она пойдет на переработку металлургом напрямую. Содержание здесь небольшое, где-то полтора-два грамма, но в ней высокое содержание силициума-2. Полтора-два грамма – это на тонну? На тонну, да. Вот металлурги уже сплавят и получат это золото в черновой меди. Дальнейшая переработка черновой меди будет уже там в катоды, шламы, шламы на дальнейшую переработку в химцех с получением уже афинажного золота. А вот это более темные породы, что в них содержится? Это богатая руда, которая идет в прямую плавку. Здесь содержание от 3% меди и от 6 до 10 грамм на тонну золота. Серебра здесь порядка 120-150 грамм. Многие, наверное, при слове золотодобыча представляют себе старателя с лотком, промывающего породу на берегу горной реки. В общем-то, и сейчас можно попытать счастье таким способом. Но подобная добыча драгоценных металлов в частном порядке противозаконна, а в промышленных масштабах неэффективна. Потому что рассыпное золото на Южном Урале хоть и встречается изредка, но уже далеко не в тех объемах, что лет 30-50 тому назад. Вот он, северный участок, где мы сегодня работаем. Значит, в дальнейшем данный карьер он предполагает 67 миллионов кубов горной массы. Здесь мы планируем добыть 3,5 миллиона тонн окисленно-хруты, 3,5 тонны золота. Значит, переработка гидрометаллургическим способом на собственной обогатительной фабрике. И порядка 6 миллионов тонн золото-медно-цинковых руд. Числиться у нас здесь меньше, но за счет уже опыта отработки по первому рудному телу по северному флангу, значит, опыт показывает, что руды будет больше за счет примыкания вкрапленных руд к основным рудным телам. Значит, глубина карьера предполагает 300 метров, это 67 миллионов кубов горной массы, но часть рудных тел находится за пределами открытой отработки. Она будет дорабатываться подземным способом. И с 2027 года необходимо будет строить небольшой подземный рудник для доработки подземных запасов. Ну вот наша руда, которую мы добываем, это сульфидная руда. Вот этот кусок наиболее богатый, вот желтый, это халькоперид, ну в этом куске, если посчитать по содержанию, где-то 12-15% содержания меди, ну в пределах 10-15 грамм содержания золота. Серебра здесь под 200 грамм. Вот это руда, цинковая руда. Вот здесь, ну цинк его, он такой темный, меньше видно, здесь вот фиолетовая, это медь в виде барнита, здесь медь в виде халькоперита, желтизна вот эта, цинк здесь меньше видно, но здесь тоже вот содержание меди где-то процентов 5, цинка, наверное, процентов 12-15, золото здесь содержание, ну где-то грамм 15 на тонну. Это приконтактные зоны, вкрапленники, значит, это медь, это вот желтизна такая, чуть-чуть проглядывается, тоже медь, вот эта чернота, это цинковая, но это вкрапленная, но это более богатый кусок вкрапленной руды, но эта руда, она как бы в свое время в подсчет не вошла, и мы только ее вот сейчас определили. Вот эта сульфидная руда тоже наиболее богатая, вот здесь вот в виде барнита вот эта медь, тоже содержание очень высокое, наверное, процентов 15 содержание, в этом же куске вот этот сплошной цинк, содержание цинка здесь процентов до 30. Вот эта руда, это так называемые метасоматиты, значит, вкрапленные руды, меди здесь очень мало, ну, меди 0,1%, это не промышленные совсем, но здесь она золотая, здесь золото где-то от 2 до 5 грамм, но можно определить только химическим методом, на глаз не определишь. Ну, вот сейчас мы ведем доразведку, у нас еще одна лицензия, Юлалинское месторождение, ну, вот здесь содержание тоже меди очень высокое, это керн из скважины, ну, здесь тоже можно сказать, где-то содержание меди порядка, наверное, 7-8%, золото где-то, ну, 6-7 грамм. Цинк здесь определить сложно в керне, ну, цинк я почти не вижу на глаз, только тоже химическим методом можно определить. Как я уже говорил, еще совсем недавно, когда не истощились запасы расцепного золота, при добыче активно применялись такие традиционные способы, как драга и гидромониторинг. Но на территории Башкирии они уже постепенно уходят в историю. Сегодня золото чаще извлекают при помощи совсем иных технологий, и чтобы посмотреть, как это делается, мы отправляемся из Южного Зауралья в Северное, в Училинский район. Но об этом вы узнаете из нашей следующей передачи. Смотрите нашу программу в эфире и на сайте телеканала ЮТВ, подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы всегда быть в курсе наших путешествий, больше путешествуйте сами, ведь самое интересное всегда ждет нас за порогом. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok